Всем привет, с вами Дэксник, игра, видимо, короче, вино, и мы продолжаем. Вино это святое. Должить к нигине о поисках бестии. Так, осталось 100 метров, 90 уже. Что, сено тут устроилось? Иди к убийцу Мельтона. Дело гораздо сложнее, чем нам казалось. Бестия, я не сумел ее убить. Мы посылаем тебя за чудовищем, а ты возвращаешься ни с чем. Ты очень нас разочаровал. Все не так просто. Бестия – могущественный вампир. Это проблема для ведьмака? Каждый знает, что делать, чтобы одолеть вампира. Вымани его на солнечное место. Или повесь на него чеснок. И вбей в сердце осиновый кол. С вампирами не сражаются чесноком. Солнце и Коле тоже не причиняют им вреда. Такие методы помогают только в легендах. А Крушина? Бабушка Адемарта учила нас, что вампиров отгоняет Крушина. Лучше всего серебряный меч. Но даже он – только вспомогательное средство. Высшего вампира может убить только другой вампир. Отговорки. Ваша милость. Я сейчас же соберу людей, и мы разом все закончим. Пусть только ведьмак скажет нам, что это чудовище. Смелей. Пошли их. Наверное, и смерть. Для одного ведьмака это может и смерть. А для сорокалатников очередная битва. Сорок. Пятьдесят. Хотя бы сто. Для него не будет никакой разницы. Ты не видел моих гвардейцев в деле. Они умеют сражаться с туманом. Поразят цель, летящей быстрее ветра. Как? Что за существо способно на такое? Такие, как он, зовутся высшими вампирами. Каждый из них в чем-то особенный. Можно даже сказать, исключительный. Некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей. Другие повелевают животными. Ха! Это всего лишь безмозглые бестии. Ты ошибаешься. Низшими вампирами, такими как Альп или Викима, управляет инстинкт. Они бросаются на все, в чем почувствуют кровь. А высшие вампиры руководствуются разумом. Чудовище, которое руководствуется разумом. Интересно. И что ты с ним намерен делать? Это не просто чудовище. Это могущественное существо, которое живет на этом свете сотни лет. Ха! Невозможно. Если они такие могущественные. Отчего они нас не завоевали? Они неохотно вмешиваются в наши дела и обычно держатся в стороне. Люди их мало интересуют. Они не боятся, что в один прекрасный день мы вырежем их под корень. Ха! Такое наберение они сочли бы скорее забавным. Они вполне осознают свои силы. Ну и что же мы можем сделать? У тебя есть план? Лучший способ поговорить с ним. Я больше не могу. Ее сиятельство призывает ведьмака, чтобы он убил чудовище. А тот собрался с ним разговаривать. Я знаю, что делаю. Его возлюбленную похитили. Его шантажируют. Шантажируют? Будь любезен, объясни нам, как можно шантажировать вампира. У высших вампиров есть нечто общее с людьми. Ими управляют не инстинкты, а эмоции. Эти создания не только очень умны. Они проявляют эмоциональную вовлеченность. Даже любят. Этот влюбился в обычную женщину. И сделает все, чтобы ей не причинили вреда. Ты хочешь отпустить убийцу Мельтона с миром? Или снова ждать, пока он кого-нибудь убьет? Надо его как можно скорее обезвредить. Это моя главная цель. Предотвратить новые нападения. Вампир только часть проблемы. Шантажист виноват не меньше его. Это он похитил девушку и отдает приказы вампиру. И что ты предлагаешь делать? Найти шантажиста и освободить возлюбленную вампира. Тебя наняли покончить с ним, а не помогать ему. Главное, чтобы никто больше не умер. Если девушка будет в безопасности, ему не придется убивать. Если подумать... Может быть, ты и прав. Ты знаешь что-нибудь об этом шантажисте? Единственный след – несколько листков. На них шантажист писал для вампира имена следующих жертв. На одном осталась капля вина. Но это никудышная улика. Ты даже не подозреваешь, как сильно ты ошибаешься. Послать за княжеским сомелье. Ну же! Вино в Тусенте – это святыня. Тут не бывает просто винных пятен. Есть пятна от Эстеста, пятна от Рвелюса, пятна от Фьорано. Ваши милости вызывали. Ведьмак, покажи ему листки. Бенуа, распознаешь, от какого вина это пятно? Ну, так-так. Скорее всего, западный берег Сан-Сритура дозревала в бочке из баклерского дуба. Цвет бургундский, чистый. Все просто. Это Сан-Греаль 1269 года. Это... Это совершенно невозможно. Это вино производит винодельня Кастель Равелло. Исключительно для княжеского стола. Может, Сан-Греаль украли? Мы должны поехать на винодельню и все проверить. Сан-Греаль? Не слышал о таком. И не бил, скорее всего. Как я сказала, оно предназначено исключительно для княжеской семьи. Но как-то оно оказалось на этих листках. Разве что с имели вашей милости ошибся. В вопросах вина Бенуа ошибиться не может. Если он говорит, что это Сан-Греаль, это Сан-Греаль. Мы должны поехать в Кастель Равелло и узнать, что случилось. Ваша милость, желаете ехать со мной? Это исключено. Но ты же не думаешь, что мы будем сидеть здесь, сложа руки, когда наше княжество в опасности? Ваша милость, это слишком опасно. Пусть ведьмак едет один. Рада, что вы наконец-то согласились между собой хоть в чем-то. Но я уже все решила. Мы поедем, и нас будет сопровождать лучший эскорт. Ты и Гераль. Мы отправимся им когнито. Мы не желаем, чтобы двор распускал сплетни на эту тему. На время этого предприятия я также освобождаю вас от ограничений дворцового этикета. Говоря кратко, с этой минуты мы на ты. Да уж, интересно. Хоть бы свою высую башку, но короче, спалимся. Этот вампир, ты когда-нибудь уже встречался с такими? Да. И как все закончилось? Ты победил его? Я с ним не дрался, он никого не убил. А ты слышала, чтобы кто-нибудь победил такого вампира? Одному человеку удалось его победить, но не убить. Убить вампира может только другой вампир. Пантеры напали на карету. Нужно помочь этим людям. Ваша милость, держитесь сзади. Мы займемся им. На помощь! Помогите! Не любишь серебро, да? Идите вместе! Волги! На помощь! Помогите! Идите вместе! Во! За помощь! Помогите! Идите вместе! Готово. Можно двигаться. Нас-то наш небольшой. Откуда пятно Сангриаля на этой записи? Кто-то с винодельней шантажирует вампира? Возможно, это кто-то из слуг. Или управляющий. Или вино просто украли. Выясним все на месте. Уже недалеко. Придержи. Капитан де ла Тур, мы не ждали никого из столицы. Как там дела при дворе? Ты же слышал о бестии из Баклера. Так что у нас полно работы. Особенно учитывая, что в последний раз она напала во дворцовых садах. Ну, я надеюсь, с ее сиятельством ничего не случилось? Как мило, что ты спрашиваешь, мастер Пабрицу. Ваша милость! Нас не предупредили. Я сейчас же велю приготовить гостевой зал. Это не обязательно. Как видишь, мы прибыли не с официальным визитом. Разумеется. Могу ли я спросить, что в таком случае привело вас в Костель Равелла? Мы приехали задать тебе несколько вопросов. В этих краях следует представиться, прежде чем задавать вопросы. Это Геральт из Ривии, ведьмак, который приехал в Туссент по моему личному приглашению. А, это значит... Это значит, что мы желаем, чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением. О, разумеется, ваша милость. Слышал, ведьмак? Пабрицио с радостью ответит на все твои вопросы. Мы хотим поговорить о Сангриале. К вашим услугам. Есть подозрение, что у вас украли сколько-то вина. К вам в последнее время не забирались воры? Воры? Ничего об этом не знаю. А пару дней назад я сам проводил ревизию, и все сходится с офисью. Но бочки все в погребе. Я ручаюсь. Кто отвозит бочки с вином во дворец? У нас собственный гарнизон. Солдаты служат здесь много лет и отвечают за это вино головой. Вижу, с расспросами мы далеко не продвинемся. Мы только теряем время. Ваша милость, как прикажете это понимать? Мастер Пабрицио, у нас есть доказательства, что кто-то чужой раздобыл Сангриал. А это означает, что есть две возможности. Или ты лжешь мне здесь прямо в глаза, или ты идиот, и у тебя украли вино, а ты даже не понял. В обоих случаях ты ответишь за это. Молчи и слушай. Я лично осмотрю бочки, а у тебя будет время подумать. Когда я вернусь, я буду ждать ответа. Напомни мне, где хранится Сангриаль. В главном погребе. Тут сразу же за углом. Я сейчас покажу. Я найду. А ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь. Разумеется, ваша милость. Вот он. Пойдем, ведьмак. Зерва на ровно мужика обычно. Мастер Пабрицио. А что если сам Пабрицио шантажирует вампиры? Об этом ты не думала? У него есть свои недостатки. Но он бы никогда не отважился на подобное. Он очень верен и обязан мне всем, что у него есть. Его отец прогулял родовой Эмилии. Единственное, что он оставил сыну, это свои исключительные знания о Вене. Пабрицио жил в нищете, пока я не назначила его управляющим Костеллеровом. Только тогда он встал на ноги. Хрена тут погребок. Так с чего начнем? Проверим, сходится ли количество бочек. Вот инвентарная книга. Ага, дневник винификации. Ферментация завершена без проблем. Выпадение осадка. Есть! Розлив в бочке. Вроде все сходится. Документация велась очень старательно. Зайдем с другого конца. Виноа говорил, что это пятнышко от вина 1269 года. Найдем его. Эстест, пожалуй, все слышали об этом в Вене. Это лучшее вино в мире. Костеллеровелло, Исла. Эрвелюс, мне нравится. Отличное сухое. Прекрасное вино. У тебя хороший вкус. Здесь хранится помина. Яра Ано. Лютик от него без ума. Да. У него очень изысканный вкус. Блин, где это вино? Сан-Греаль, год 1270. Не тот год. Ищем дальше. Сан-Греаль, это бочки 1268 года. Почти. Но год не совсем тот. Так, 68-й, значит. Значит, вот это. Вот он, 1269 год. Что теперь? Проверим, нет ли пустых бочек. Ты хочешь их открывать? Достаточно их простучать. Если какая-нибудь издаст глухой звук, все и так станет ясно. Это полный. 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 Похоже, что все бочки полные. Это нас ни к чему не приведет. Полный. Если так, вопрос Сан-Греаль ли в них? Бери шпунт, молоток. Будем открывать и пробовать. Так, где-то она лежала вот тут внизу. Молоток. Деревянный для шпунтования бочек. Вот шпунты. Тогда за работой. Открываем бочки. Ты набухаешься там? И как? Слегка с дымком. Очень сухой. Определенно сан-Греаль. Дрянь. Кислятина. Может, испортилась в процессе созревания? Невозможно. Это не вино. Это какие-то помои. Они не должны были попасть в бочку. Наверняка это произошло не случайно. Посмотрим, что Фабрицио скажет по этому поводу. Че она там по пилату ходит? От Лэру Вихта. Мастер Фабрицио. Я очень в тебе разочарована. Но ведь ваша милость. Я... Ты в шаге от эшафота. Говори правду. И, возможно, сохрани жизнь. Признаюсь, я продал бочку сан-Греаля. Умоляю, простите. Зачем ты это сделал? Не устоял. Так много предлагали. И отдал себя уговорить. Ты мало получаешь от меня? Я хотел выкупить родовое имение. Тут моего ничего нет. У меня есть крыша над головой. Есть пропитание. Ну, что же за дворянин без собственной земли? Я все скажу. Только помилосердствуйте. Кому ты продал вино? Несколько недель назад в Фазанерии ко мне прицепился богатый дворянин. Он рассказывал, что служит дипломатом, что у него связи при дворе. Предложил провернуть дело. Несколько его клиентов обещали за облачные суммы даже за капельку сан-Греаля. Он был посредником. Как он представился? Имени он не называл. Высокий, черноволосый. Говорил с акцентом. Утверждал, что родом из Цинтры. При дворе нет Цинтрийских дворян. Может, этот вампир карточки получил эти с именами и там бухнул, и капля попала. Не обязательно же карточку ему дали с пятном. Странно. Что-то вроде по писанию вон. Я был глуп. Очень глуп. Умоляю, Ваша милость. Простите меня. Ну, расскажи, как ты передавал вино. Мы встретились под покровом ночи на руинах крепости Остре. С ним пришло человек двадцать. Все вооруженные, а с виду серьезные. Я им привез одну бочку. Они переложили ее на свою телегу, и мы разошлись в разные стороны. И все? Больше ты их не видел? Они... Несколько дней назад они прислали вестника. Сказали, нужна еще бочка вина. И... Я уже ее приготовил. Собирался отправить. Этого хватит. Я уже знаю все, что нужно. Ваша милость. Я молю вас о прощении. Прочь с глаз моих. Капитан, пусть твои люди сопроводят Фабрицио в подземелье. Он должен ответить за государственную измену. Что теперь, ведьмак? Ловушку им устроим. Этот центристский дворянин может оказаться шантажистом. Я поеду со следующей бочкой, а Дамьен с солдатами будут меня прикрывать. Согласен с тобой. Так и сделаем. Дай знать, когда будешь готов. Поехали. Ждать не стоит. Начнем. Мы поедем пораньше, займем позиции. А ты с повозкой присоединишься к нам позднее. Хорошо. Когда начнется обмен, ждите моего сигнала. Чему это было? Тихо, подожди вам. А вот, и на кор. Началась жара. И шаги тебе на руки сейчас! Вместе! Нет! Хорошего понемножку. Хорошего понемножку. Часто вас один. Нет, трое еще, четверо. Трое. Минус один. Минус два. Всех раскидали. Кажется, ты должен был ждать моего знака. Таков был план, но... Прекрасный выстрел. Хорошо, что ты среагировал. Всякое могло быть. К твоим услугам. Хороший был бой. Мы схватили одного мерзавца. Пойдем, поговорим с ним. Ведьмак, вот еще что. Я ошибался насчет тебя. Нам не обязательно быть друзьями. Главное, делать нашу работу. Но если так к этому относиться, во всяком случае, я вижу, что ты хочешь помочь. И ценю это. Пойдем к ее милости. Она ждет неподалеку. Постой. А она здесь? Ты же не думал, что я отпущу вас одних? Особенно сейчас, когда каждый час может быть на счету. Приведите этого вашего пленного. Надо задать ему несколько вопросов. Капитан, окажите честь. Кто вас послал? Зовут его пес. И говорят, что он твою мать ебал. Еще раз. Кто вас послал? Твоей бабой, любовью. Зовут... Подожди. Не хочет? Пусть не говорит. Он поможет нам иначе. Ведьмаку наверняка нужна приманка для бестия из Баклера. Это... Как же это? Разумеется, он мне пригодится. В таком случае, он твой. Капитан, пусть твои люди найдут крепкую веревку. Чтоб не порвалась, когда мы подвесим его на дереве. Веревку? Отличная выйдет приманка для чудовищ. Если они почувствуют запах крови, то уж об этом я позабочусь. Что? Нет! Сука, нет! Остановите его! Не дергайся. Береги силы. Тебе предстоит долгая ночь. Нет! Остановите его! Я все скажу! Куда вы должны были отвезти эти бочки? Не знаю. Капитан, нам все-таки понадобится веревка. Правда, не знаю. Это хорниц главный. Только он и знал, куда нам ехать. А теперь он мертвый лежит. Вот он. Первую бочку мы отвезли на портовый склад. А куда везти эту, я не знаю. Правда. Умоляю вас, поверьте мне. Кто тебя нанял? Он. Он меня убьет. Я тебя должен больше беспокоить. Что за он? Ну, быстро! Говори! Зовут Центриец. Я его никогда не видел. Но знаю, что это он нанимал людей для дела. Так и говорили. Мол, мы работаем на Центрица. Я больше не знаю. Клянусь. Возьмите его и заприте в подземелье. Пускай ждет суда. Капитан, едем в город. Собери людей и поищи этого Центрица. Наверняка его еще кто-то видел. Так точно, Ваша милость. Как только я что-нибудь узнаю, я явлюсь во дворец. Я не возвращаюсь во дворец. Наша с Ведьмаком миссия еще не окончена. Мы будем ждать тебя на посту возле порта. Отправляемся в город. Долгая миссия, блин. Опаздывает. Спокойно, он придет. Мне вот что интересно, Ведьмак. Как ты можешь быть так нечеловечески спокойным? Это побочный эффект мутаций. Ведьмаки редко нервничают. А вдруг с ним что-то случилось? Думаю, капитан сумеет о себе позаботиться. Может, и сумеет. Только этот Центриец не простой головорез. Ему удалось выкрасть княжеское вино из-под носа у моих гвардейцев. Если бы не случайность, мы бы никогда об этом не узнали. И это он назначал жертв вампирам. Нужна отчаянная самоуверенность, чтобы шантажировать такое чудовище. Мы не знаем, стоит ли Центриец за похищением и шантажом. Он мог заниматься только кражей вина. Даже если так, он продавал вино шантажистам. Как по мне, это вполне делает его соучастником. Не важно, Центриец приказал совершить эти убийства или нет, мы должны его найти. Даже если это не его рук дело, он может знать имя шантажиста. Кроме того, есть еще один вопрос, столь же важный, как и то, кто заказал убийство. Зачем? Кто-то идет? Что так долго? Ты должен был вернуться несколько часов назад. Центриец работает не один. Мы боремся не с ним, а с целой бандой. Он подослал к нам своих головорезов. У одного гвардейца сломана рука, у другого раздроблено колено. Он останется хромым. А за твою голову, ведьмак, он, кажется, назначил немалую награду. Не в первый раз на меня охотятся. Да уж. Могу представить. Мы проверили, кто снял портовый склад, куда раньше свозили вино. Нанимателем нищий. Подставное лицо. Мы нашли его и расспросили. Того, кто заплатил за аренду склада, он встретил, когда просил милостыню у фазанерии. Там нам помог случай. Официантка вспомнила, что провела вино на дворянина, который говорил с центрийским акцентом. И как он выглядел? Описание не слишком приметное. Красивый мужчина. С бородой. Это мог быть кто угодно. Но она вспомнила, кем была его спутница. Центриец встречался с Сесилией Биланте. С певицей? Я слышала о ней. Говорят, она очень талантлива. С ней самой. Мы сейчас же отправились к ней домой. Сесилии не было, но мы допросили ее прислугу. Горничная сказала, что Сесилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином. Она пригласила его на прием в Мандрагоре. Что еще за Мандрагоры? Клуб. Там собираются люди искусства. Художники, трубадуры и танцовщики. Никогда не слышал. Они создают вокруг Мандрагоры атмосферу ложи для избранных. То и дело устраивают приемы, на которые приглашают только богатых меценатов. Надевают карнавальные маски, а потом пьют и флиртуют. Если мы хотим его поймать, придется попасть на прием. Ведьмак, ты читаешь мои мысли. Я соберу людей, оцепим место встречи. Мышь не проскочит. Исключено. Если у центрийца есть люди по всему городу, он может узнать о засаде и снова улезнет от нас. Верно. Надо действовать осторожно. Лучше будет смешаться с толпой. Мы так и сделаем. Мы, Ваша милость. Я и Геральт. Я пойду с Ведьмаком. Ему пригодится моя помощь. Где состоится прием? Встречи Мандрагоры проходят в одном и том же месте. В резиденции в Верхнем городе. Это очень уникальный район. Геральт, надень что-нибудь соответствующее. Встречаемся в Верхнем городе в переулке Рыцаря-Наживы. Нормально. Надо будет отводить патрули. На всякий случай. так дворянин из центра как уровень 43 и увидимся в следующей серии своим лады x ник игра ведьмак 3 кофе вино всем пока